Всем привет! Видео с простейшим ремонтом для начинающих ремонтеров. В ремонте блок питания от ноутбука Samsung. Дефект – нет питания на разъеме. Соответственно, ноутбуки блок питания не заряжает. Проверяю дефект. Подключаю лампу накаливания. Лампа на 20 Вт при рабочем напряжении 12 В. Кратковременно лампа допускает работу на повышенном напряжении, в нашем случае блок питания на 19 В. Лампа при подключении к разъему не загорается. При проверке напряжения с разъема 19 В нет. Но при этом встроенный индикатор блока питания светится. Это говорит о том, что блок питания работает. А наиболее вероятная причина отсутствия напряжения на разъеме – обрыв кабеля. При детальном осмотре кабеля обнаружились множественные следы от деформации внутренних проводов – волны на поверхности внешнего изолятора. Возможно, кабель часто перекручивали вокруг своей оси. Плюс ко всему, сам разъем не внушает доверия. Контактная часть имеет люфт, которого быть не должно. В подобном случае я не вижу смысла искать конкретное место обрыва, так как весь кабель находится в печальном состоянии и требует замены. С Китая когда-то заказывал кабель, как раз для блоков питания от ноутбуков Samsung. Кстати говоря, подобные кабели есть под блоки питания других брендов ноутбуков – Lenovo, Acer, Asus и т.д. Ссылки на кабели оставлю в описании под видео. Так как кабель китайский, не мешало бы его проверить на максимальный ток блока питания. Блок питания дает максимум 3,2 А, поэтому проверю как раз на такой ток. Подключаю лабораторный блок питания. Сначала на минусовой провод кабеля. Повышаю текущий через провод ток. 3,5 А. Кабель не должен незначительно греться, ни тем более дымить, или плавиться. Провод держит ток хорошо, работает без недостатков. Аналогично проверяю плюсовой провод. Отлично! Кабель рабочий, можно приступить к замене неисправного кабеля. Оборванный кабель обрезаю, чтобы не мешался при разборке блока питания. Разбираю корпус с помощью чуть заточенной заглушки задней панели корпуса системного блока и импровизированного молоточка. Есть другие методы разборки, но сложилось так, что я разбираю именно таким образом. Привычка, наверное, да и рука уже набита. Легкими ударами простукиваю блок питания в месте зазора между половинками корпуса. Удары должны быть легкими, чтобы не повредить внутренние компоненты. Продолжение следует... Отлично, вынимаю внутренности. Далее нужно выпаять отрезок старого кабеля и впаять новый. Единственное, с чем можно ошибиться при впаивании кабеля, это полярность. Нужно проследить, чтобы красный провод был впаян на плюс платы. Прозваниваю кабель. Это минусовой провод. Плюсовой. Все верно, на внутреннем контакте плюс, а на внешнем контакте разъема минус. Собираю внутренности и кабель обратно в корпус. Корпус склеиваю на дихлоретан. Клей для пластика. Дихлоретан крайне ядовит. Нужно соблюдать правила предосторожности при его использовании. А именно, не пить дихлоретан. Не вдыхать пары. Ну и конечно же, проветривать помещение при использовании этого крайне ядовитого растворителя пластика. Дихлоретан склеивает пластик очень хорошо, но сохнет долго. В течение 24 часов. До полного высыхания фиксирую половинки корпуса на малярный скотч. Проверяю работу. Подключаю лампу накаливания. Лампа загорается. Блок питания держит нагрузку. Полярность напряжения на разъеме верная. Внутренний контакт плюс, внешний минус. На этом ремонт блока питания окончен. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч.